Руслан Халимбеков, генеральный продюсер турнира AeroVip. Руслан, первый вопрос. Расскажите больше о турнире, о планах на будущее, о том, какие бои нас ждут. Сам турнир у нас проходит уже как два года. Провели за эти два года, правда, периодичность турниров у нас небольшая. План на будущее. Ближайший турнир мы планировали в июне месяце в Тюмени. Смесь боев по К1 и ММА. Мы стараемся на нашем турнире сделать максимально зрелищные бои, приглашая интересных бойцов и довольно таких именитых. Конечно, далеко не такие звезды, как приезжают на турнир «Легенда», но все же по российским меркам бои очень интересные происходят. А можно чуть подробнее о именитых бойцах? На нашем турнире выступали такие бойцы, как Серхио Вилзен, чемпионы Чултайма, чемпионы W5, Константин Тришин, чемпион мира среди профессионалов по версии ВКФ, чемпион мира по тайскому боксу Ифма, Максим Смирнов, двукратный финалист турниров нефть арены, чемпионы данного турнира прошлого года по ММА, Багаудин Абасов. Женские бои мы приглашали у нас, неплохие бойцы выступали Анжела Тахирова, Людмила Числова, белорусская спортсмена, очень довольные такие именитые. И вот у нас сейчас девушка выступает по правилам ММА, мы заключили контракт у нас. На контракте находится девушка Наталья Денисова, вице-чемпионка мира по панкратиону, профессиональный рекорд с 4-0. А контракт на сколько? Контракт у нас заключен с ней на 5 боев. На 5 боев. А у вас самого, как у продюсера, есть пристрастия какие-нибудь? Есть ли бойцы, за которыми следите, болеете? Не только на ваших турнирах, но и во всем мире? Да, мне очень нравятся бойцы, которые выступают на турнирах Блорио, такие как Давид Кирио, Робин Ван Урсмайден. Из наших бойцов я, конечно же, отмечу это Артем Вахитов, Левин, ну и, конечно же, это Джабар Аскеров. Ну, раз вы говорили про Аскерова, можете покомментировать его последний бой, когда он проиграл на турнире Легенда 3, и, на мой взгляд, сенсационно проиграл Курталу Гроханхарту? Гроханхарт выиграл в первом же раунде. Знаете, бой получился довольно такой неожиданный, действительно, результат. В принципе, изначально все ставки делались на Аскерова, и многие, конечно, после самого боя начали на форумах в интернете смотришь, и довольно-таки негативно отзываться непосредственно на некоторые высказывания до боя Джабара Аскерова. Про тушенку? Про тушенку, про то, что он будет охотиться за головой, ну, это не совсем было красиво. Если у кого-то были какие-то замечания, лучше бы их сделать было до турнира, все, что им не нравилось. Выглядит это довольно-таки смешно, как вспоминаешь, как в мультфильм Маугли Акела промахнулся. На ваш взгляд, реванш актуален? Может Аскеров взять или сейчас лучше не стоит? Я думаю, Аскеров в состоянии забрать реванш. Там действительно мог упасть кто угодно в этом бою. Что Аскеров мог изначально попасть, победить, что Мортал Гроханхарт. Поэтому реванш, я думаю, актуален. И это не тот соперник, которому Аскеров стоит бояться. В принципе, он в своих боях уже со многими доказал. Насколько на память, это первый его нокаут в голову. В голову первый, только по печени от Петросяна. Да, от Петросяна на турнире Акадин. Волд Макс. Поэтому я думаю, реванш будет очень актуальный. Интересно его будет посмотреть. В принципе, если организуют этот бой, то я думаю, Аскеров выйдет совсем уже по-другому на этот бой. Вот совсем недавно должен был, буквально позавчера, состояться бой Денис Лебедев, Гильермо Джонс. Такого в России еще не было, когда за пять минут до боя выходят и объявляют, что боя не будет. На ваш взгляд, это правильно? Ребята поступили или все-таки, следуя русским традициям, Денис должен был выходить и драться? Здесь, конечно, такая палка был в концах. Можно рассуждать с точки зрения именно менеджмента Дениса, его промоутеров, которым не захотели рисковать, как они сказали, здоровьем бойца, не захотели вдруг там он получит травму или еще каких-то там последствий негативных. Но с точки зрения Шоу, в принципе, я думаю, должен бой все-таки был состояться. Денис должен был выйти, доказывать что-то на ринге. В принципе, обнародовать и показать свой характер, именно показать то, что Денису было без разницы, в каком состоянии находится Джонс, что он употреблял, показать, что он действительно по этим боям соскучивался, и забрать реварш, который, как он до боя на пресс-конференции заявлял, что ему вполне по силам. Не знаю, по отношению к зрителям, немножко это, конечно, некрасиво. Зрители персонально, конечно, все пришли именно на этот бой. Он ажиотаж такой вызывал до боя непосредственно. Зрители потеряли очень многое. На ваш взгляд, серьезный удар по репутации того же Рябинского и Лебедева после такого? Ну, все будет зависеть от дальнейших последствий. Рябинский обещал сделать все выплаты по проданным билетам. Это еще какие-то, может, там они сделают, может, чем-то они нам порадуют. Все это будет от его дальнейших шагов зависеть. Поэтому пока рано что-то говорить. Ну, а для Дениса? Ведь получается, что то, что тебя пишут на форумах, в принципе, люди выплескают злость именно на него, а не на Гильермо, который многие считают, что человек приехал драться, пускай дерется. Ну, знаете, вообще, мое отношение к допингу, конечно, негативно. Ну, вы сами знаете, что у нас даже на многих турнирах по правилам K1 допинг никогда и не брался. Никогда допинг-проба не бралась. И да, на многих турнирах по ММА точно так же допинга никогда не было. Вот сейчас у нас, по-моему, последнее, это только UFC начала практиковать и там даже употребление каких-то отдельных препаратов там вводить. А до этого как бы это все на самотек. Люди выходили, дрались, побеждали. Поэтому либо нужно было об этом объявлять до начала турнира, либо не разочаровывать зрителя именно в последний момент. Ну, никто не застрахован. Мы можем только рассуждать о том, что нам как это препонесли. Никто не знает, что там на самом деле, что там творилось за пульсами, кроме того же Рябинского, того же Лебедева. Поэтому здесь... И Дона Кинга. И Дона Кинга, конечно. Который руку приложил, я думаю, во всем. Ну, это человек действительно волк в своем деле. Который даже, сколько ему уже там, по-моему, 83 года. 82, да. 82 года. 83 ему в этом году исполняется. И до сих пор он все еще находится, пускай, конечно, от многих дел его отодвинули. Но до сих пор находится довольно в таком позитивном настроении. Был на пресс-конференции. Заряжен человек прям какой-то энергетикой. Энергетика у него своя собственная. А у вас есть любимый боксер? Да, мне нравится очень, как бы боксирует. В свои лучшие годы боксировал Рой Джонс младше. Конечно, это его подача, феноменальная техника. Конечно же, это я не буду, наверное, как бы, одни из немногих, кто не признается, что это такие боксеры, как Майк Тайсон, который сумел стать самым молодым абсолютно по боксу. Мухаммед Али. И, конечно же, мне очень нравится покой на Артура Агати. Вот это характер, который выходил в ринг, показывал, доказывал, несмотря на то, что падал, поднимался и шел снова в бой. Кстати, я в одном из интервью сравнивал наших бойцов пока один. Это вот такие, как Джабаров Скиров, он тоже сам, мне очень нравится. Он независимо выиграл бой, не выиграл, но каждый бой прет, идет, вперед. А можете пару слов сказать о Федоре Емельянин, которым во многие в России просто боготворят? На ваш взгляд, это действительно лучший боец в ММА за всю историю? На мой взгляд, в России даже он не до конца оценен, Федор. Той популярностью, которую он обладает в Японии, здесь у него, к сожалению, нет. Его начали узнавать в последнее время. А действительно, его пик, когда он доказал, он смог в себя влюбить всю публику в Японии, это говорит о многом. Конечно, его в глазах, когда он выходит на ринг, абсолютно ничего не читается, никаких эмоций, никаких переживаний. Он выходит в ринг и просто делает свое дело. Это, конечно, феноменальный боец. Тогда можете в заключение сказать пару слов поклонникам, которые будут приходить на ваши турниры и пообещать зрелищные поединки? Мы всегда рады будем стараться для вас делать зрелищные бои. Наша цель – мы постоянно совершенствуемся, мы постоянно что-то практикуем, мы вносим какие-то дополнения в шоу-программу на наших турнирах, стараемся приглашать звезд, артистов, различных выступлений, музыкантов. Но самое главное, за что мы боремся, это за качественные поединки. Наша цель – это создать такой продукт, который, независимо от того, какие имена будут в файт-карде, чтобы люди приходили мне на имена, а знали, что если турнир проходит промоутерской компанией РВ и РВ чемпионов, то значит, бои будут действительно по накалу очень интересными. Ну и, соответственно, будем радовать вас своими турнирами. Это самое главное. Удачи вам. Спасибо большое. Все самое лучшее.